Хозяйство, которое специализируется на молочном скотоводстве, входит в пятерку рекордсменов по надоям в Ивановской области. Станислав Воскресенский посетил Заугарское в Ильинском районе. В прошлом году здесь построили новый молочный двор. И вот буквально недавно сюда заселили 150 буренок. Коровы на беспривязном содержании, еду им привозят специально приобретенный немецкий миксер. Ингредиенты смешивают идеально с соблюдением всех пропорций. И коровам хорошо, и кадрам с новой техникой работать интересно. Мы по году где-то получаем порядка 7-8 миллионов разных. Это и дотации на молоко. Это мы как плема-репродуктор получаем порядка полутора миллионов. Дотации на субсидирование процентной ставки, ранее взятых кредитов. Погашение первоначального ЗОСа. Техника, которую мы берем по лизингу, а мы берем очень много. Каждый год что-то приобретаем. И трактора, и сельхозмашины. Всего в хозяйстве около тысячи голов. Коров 415. Всем им предстоит научиться посещать новый доильный зал на 12 мест. Он оборудован и протестирован, но пока не запущен. У предприятий есть свой молокоцех. 30% продукции пропускают через него. Ну вот, к сожалению, продаем ярославской фирме, потому что очень хорошую цену. А они, наше молоко. И наше надо и ярославцам продавать. Ну мы и Тейковскому молокозаводу. А ярославскому какой цену? Или это секрет коммерческий? Нет, 27,5. Самая высокая цена. Тейковский молокозавод это на 3 рубля меньше дает. На 3 рубля меньше? Да, да, да. Но эта фирма, она напрямую до Нону продает. И мы сейчас ведем разговоры, чтобы... Какая? Тейковская или Ярославская? Так вам надо самим на Дону выходить. Еще дороже будет. Вот мы сейчас ведем разговоры, чтобы... Но Дону, наверное, побольше просто объема закупают. Я думаю, что... Ну конечно. Гарское молоко представлено во многих крупных сетях. Сейчас бьются еще за одну. И вот уже год как безрезультатно. Просят помощи у губернатора. Есть такая ассоциация всех торговых сетей страны Аккорд. Она не так давно, ее глава к нам приезжал. Мы договорились. И были первые контакты наших сельхозпроизводителей с торговыми сетями. Мы договорились, что мы регулярно такие встречи будем устраивать. Я знаю, например, что несколько наших предприятий по итогам первой встречи им удалось договориться с федеральными сетями. Сейчас как раз обсуждали, что надо будет на очередную такую встречу просто организовать пятерочка. Еще один коровник строит сейчас на собственные средства. В планах возвести объект на 500 голов. Губернатор предложил заложить сразу побольше с запасом. Руководитель хозяйства такой возможности не отрицает.